Здравствуйте, меня зовут Бересов Алексей, я врач-невролог. И в этом ролике я хотел бы вам рассказать о таком заболевании, как лечевой бирелиоз, имеющий также название болезнь Лайма. Болезнь Лайма впервые, как диагноз, была выставлена у нескольких жителей городка Лайм, который находится в Соединенных Штатах Америки. Именно поэтому в Соединенных Штатах Америки, в европейских странах, данное заболевание чаще напоминается как болезнь Лайма. Болезнь Лайма переносится клещами, эксодовыми или таежными клещами и имеет в возбудителя баррелью, которая представляется собой спирохету с преимущественно внутриклеточным персистированием, то есть с преимущественно внутриклеточным циклом своей жизни. Бактерия анаэробная, то есть она не нуждается в активном поступлении кислорода для своей жизни и под воздействием кислорода может, в принципе, и погибнуть. Заболевание имеет несколько стадий. Собственно, стадия инфицирования заключается в том, что содержимое желудочно-кишечного тракта клеща после укуса может попасть в кровь. И первая стадия заключается в том, что инфицируется организм человека, никаких проявлений еще нету, и инкубационный период занимает от 3 до 30 дней. Достаточно большой разброс, это все зависит еще и от системы иммунитета человека, которого укусил клещ, и от количества возбудителя, которое было непосредственно в клеще, а также от некоторых других факторов. После инкубационного периода выделяют стадию эритематозную, когда на месте укуса появляется клецевидная эритема. Эритема – это покраснение кожи вокруг укуса клеща. Эритема характеризуется воспалительными различными процессами. В коже вокруг укуса может определяться возбудитель инфекции. Ну и постепенно возбудитель распространяется дальше, и прежние участки кожи могут уже избавиться от процесса воспаления, тогда как новые участки кожи будут иметь активные воспалительные процессы, и, соответственно, эритема будет клецевидной, то есть по кругу будет активное яркое окрашивание, а в центре будет или бледное окрашивание, или даже синюшный оттенок. Иногда данная стадия отсутствует, и заболевание дебютирует сразу со стадии диссеминации. Стадия диссеминации, то есть распространение возбудителя, характеризуется появлением или других кожных очагов, то есть эритема может быть уже не только на месте укуса, а также присоединяется общий инфекционный синдром, то есть это интоксикация, повышение, может быть, температуры, увеличение регионарных лимфоузлов, общая слабость, то есть такой общий интоксикационный синдром. Также стоит отметить, что уже на этой стадии, она обычно развивается через 4-6 недель после укуса клеща, после момента дебюта заболевания, иногда на этой стадии уже начинают активно работать гуморальные факторы, то есть возбудитель начинает производить различные белки, на которые реагирует уже иммунитет человека. Следующая стадия заболевания – это стадия органных поражений, и здесь именно на первый план выходит скорее аутоиммунный ответ, так как бактерии активно продуцируют различные белковые мембранные выпячивания, иммунитет человека реагирует на них, и реагирует он иногда своеобразно. Борелия обладает достаточно вариабельным спектром антигенов, и соответственно иммунные факторы тоже вырабатываются в большом количестве, и иногда они имеют перекрёст собственными белками организма человека, в частности с белками оболочки нервов. Также достаточно значимый перекрест в отношении происходит сердечно-сосудистой системы и суставной системы. Соответственно, собственный иммунитет организма человека начинает поражать оболочки нервов, начинает поражать суставы, сердце, иногда почки, за счет большого числа сосудов в почках, и развивается стадия органного поражения. То есть она характеризуется поражением нервной системы. Здесь на первый план выходят такие явления, как серозный менингит, такое явление, как полиневропатия, невропатия лицевого нерва, то есть может развиваться асимметрия лица. Ну и также могут поражаться другие черепно-мозговые нервы, включая предверно-улитковый нерв, при поражении которого может появиться головокружение и шум в ухе, может поражаться языкоглоточный нерв, блуждающий нерв, что будет характеризоваться соответственностью симптоматикой, а симптоматика будет, соответственно, очень и очень обширной. Опасно достаточно поражение сердечно-сосудистой системы, но я все же невролог и буду рассказывать в большей степени про поражение нервной системы. Энцефалит при болезни Лайма, именингит, который развивается при болезни Лайма, они характеризуются сирозным воспалением, то есть спинномозговая жидкость при проведении пунктирования не будет обладать достаточно высоким давлением и в ней будет характерен умеренный нейтрофильный плеоцитоз, то есть умеренное повышение нейтрофилов на фоне незначительно увеличенного количества белка, а также нормального или слегка-слегка повышенного уровня глюкозы. Болезнь Лайма достаточно тяжелое заболевание. Диагностировать болезнь Лайма можно при помощи анализа в крови, которая проводит через 2-3 недели после укуса клеща при наличии клинической картины, потому что до этого иммунные ответы еще не работают и соответственно выявить различные антитела к болезни Лайма не удается. Методика взятия биоптата в коже, выявление возбудителя путем полимеразно-цепной реакции не очень эффективны, потому что обычно не находится достаточное количество бактерий. Также диагностике подлежит сам клещ, и если в клеще определяется достаточно большое количество барелий, можно вести речь о необходимости специфической антибиотико-профилактики развития заболевания. Исследование клеща проводят путем обычного маска с окрашиванием, где спирохеты, барелии, они будут достаточно легко выявляться. Лечение заболевания – это антибиотикотерапия. Используются препараты из группы тетрациклинов при хронических формах заболевания, а также при рецидивах заболеваниях, если было неэффективно предыдущее лечение, используется фолоспорин третьего-четвертого поколения, в частности цифтриаксон. К сожалению, специфической профилактики заболевания не разработаны, потому что имеющиеся разработки в отношении вакцин, которые идут прежде всего в Соединенных Штатах Америки, они показывают достаточно высокий риск осложнений. В силу того, что барелия имеет вариабельный антигенный состав, аутоиммунный ответ достаточно высок, который, собственно, и приводит к хронизации и проявлением заболевания на поздних стадиях, то есть это аутоиммунный процесс, собственный иммунитет повреждает собственный организм, то и использование прививок может привести к подобным явлениям, в отличие от прививки против клещевого энцефалита. Поэтому пока безопасная, абсолютно безопасная прививка против клещевого боррелиоза, против болезни лайма не разработана, хотя некоторые вакцины существуют, их иногда используют в Соединенных Штатах Америки, в тех регионах, где наиболее высокая опасность заболеть болезнью лайма. Стоит отметить, что болезнью лайма можно заразиться на территории фактически всей страны и боррелии встречается в клещах чаще, чем вирус клещевого энцефалита. Профилактикой заболевания является ограничение нахождения на территории, где вы можете подвернуться укусу клеща. Это регулярные осмотры, это обработка репеллентами одежды, то есть те вещи, о которых я уже говорил в одном из роликов, вы можете найти его по ссылке в описании, это ролик «Что делать, если у вас укусили клещ?». Если клещ укусил и оказался зараженным боррелиями, лучше всего провести антибиотикопрофилактику, что позволит избавиться от заболевания на самых начальных этапах. Да, безусловно, не каждый человек, укушенный зараженным клещом, даже при попадании возбудителя в кровь, если был клещ разбавлен, заболеет. Иммунитет может справиться и избавиться от возбудителя. Но очень-очень опасно пропустить развитие заболевания на начальных этапах, потому что оно достаточно легко и нередко хронизируется. В принципе, если пролечить полноценно хорошо антибиотикотерапией на начальных стадиях, то есть это до развития полиорганного поражения, до развития такого яркого аутоиммунного ответа, обычно заболевание проходит без последствий. Если же идет развитие аутоиммунного ответа, если идет развитие различных неврологических проявлений клещевого боррелиоза, то есть это невропатия, невропатия предверно-улиткового нерва, невропатия лицевого нерва, то некоторые явления даже после излечения могут остаться в силу того, что было повреждение оболочки нервов, было повреждение, собственно, самого нерва, и эти повреждения иногда необратимы. Надеюсь, моя информация была интересно и полезна для вас. Я хочу в ближайшее время обработать информацию, на самом деле она достаточно интересная. Я провожу очень тесную аналогию между клещевым боррелиозом и его неврологическими проявлениями с таким заболеванием, как нейросифилис. Там много общего, потому что там и там спирохеты. И мне кажется, стоит подготовить материал, который будет такой более научный, и я его выложу на сайте нейросифилис.ру, когда, точно, я не скажу, но это будет в будущем. Поэтому можете зайти на сайт и следить. Спасибо большое за ваше внимание, спасибо большое за вашу поддержку, спасибо большое за комментарии и распространение моего ролика в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч!